Доброе утро всем, дорогие друзья! Я зашел не туда вначале, зашел я вначале на обычную мою страницу на ФБ. И те, кто мои обычные друзья на Фейсбуке, некоторые в группе ВАИКРА, не те, которые хотят учить ТОРУ, они очень обрадовались. Но текст, с которого я начал, он их, наверное, удивил. Это как, если вы представьте, сейчас я начал поговорить в группе ВАИКРА о какой-то там высшей математике, Алдебрах как-нибудь. Или на корейском, вы начали говорить, да? Хорошо, друзья, все, мы продолжаем изучать ТОРУ. Я как раз успел объяснить, что все в этом мире меняется, кроме ТОРЫ. ТОРЫ – это единственная константа, которая была до сотворения мира, которая была идеей, началом сотворения мира, которая была инструментом сотворения мира, которая была чертежом и конструктором, из которого был создан мир, представляете? И ТОРУ управляет миром, можно так сказать, потому что ТОРУ – это учение, ТОРУ – это свет, ТОРУ – это свет, который проходит через определенные структуры информационные, да? ТОРУ – это как информация. И получается тот мир, в котором мы с вами живем. И тот, кто знает, как он работает, и тот, кто понимает, как он работает, и тот, кто действует... ТОРА – это учение, слово ТОРА, и ТОРА переводится как свет. Так тот, кто изучает ТОРУ, понимает ТОРУ, живет по ТОРе, он соединяет свое «Я» с ТОРА, и у него начинается совершенно другой уровень жизни, невероятно, да. Хорошо, друзья, все. Спасибо всем, кто пришел, и те, кто будут смотреть записи, и мы продолжаем изучать Мишлей. Притча царя Соломона – это высшая мудрость, которая есть в мире. Царь Соломон был мудрейший из людей, шлом о мылах, построил первый Иерусалимский храм. Это было место, в котором божественное соединялось с материальным, то есть это было место на храмовая гора, это как ворота в небо. Это место, которое так и называется – Шара-Шамаем, ворота в небо, где духовное соединяется с материальным. И на этом месте он построил Иерусалимский храм, в котором были вот эти вот все предметы, которые Бог показал, как оно работает. Минура, золотой был семисвечник, потом был жертвенник там и так далее. То есть мы сейчас не представляем, насколько они были близки к Богу, потому что был первосвященник, были жертвоприношения, были десять чудес в Иерусалимском храме, которые были постоянно видны каждому, кто туда заходил. Просто вот искривление, что такое чудо? Это искривление, не искривление, это изменение привычного природного порядка вещей. И когда есть в одном месте и природный порядок вещей, и искривление этого порядка, понятно, что искривление делает тот, кто устанавливает порядок. Это было как раз вот все в храме. И вот у нас сейчас есть возможность невероятно получить высшую вот эту вот мудрость, которую три тысячи лет назад записали в письменной теории, это притчи царя Соломона. И он, значит, передавалось, это без изменения, ни одна буква не была изменена. Это передавалось в течение больше, чем три тысячи лет. И вот мы сейчас можем спокойненько ее изучать с комментариями, с размышлениями, с точки зрения нашего восприятия. И, значит, сейчас мы дошли до 14-го отрывка. 13-й отрывок, напоминаю, был о том, что тот, кто затыкает уши от крика бедного, обездоленного, когда-нибудь он же так же будет кричать, и ему не ответят. То есть здесь нас с Соломон в очередной раз возвращает к идее, что все в этом мире идет мера за меру, мера за меру. И если человек, он от Всевышнего, отворачивается от просьбы кого-то, которая к нему обращается, то точно так же потом он будет кого-то просить, или будет просить у Бога, и он себе создал вот эту вот предпосылку, что он будет кричать, а ему не ответят. Мера за мером. Теперь говорит 14-й отрывок. Нам дает некую такую идею, схему, как повлиять на свое положение в мире. Все люди одинаковые. Все хотят, чтобы было хорошо, чтобы было больше в жизни удовольствия и радости, чем неприятности и сложности. Все люди мечтают, чтобы их пожелания, их ожидания от мира выполнялись. И вот теперь у нас 14-й отрывок. Он как раз дает нам инструмент для того, чтобы преуспеть. Можно назвать это преуспеть? То есть у всех людей одно желание. Хочу, чтобы было лучше, чем сейчас. Или хочу, чтобы мои желания выполнились, и чтобы мне было хорошо. Вот это хотят все люди на земле. Но у каждого разные пути. Один ставит большие цели, другой не ставит цели. Один боится, чтобы мне было плохо, и когда ему неплохо, он радуется. Другой там... В общем, все люди разные, но схема у всех одна. Теперь 14-й отрывок. Нам говорит царь Саламон следующую вещь. Смотрите. Значит, это некая схема такая, алгоритм. Переводится так. Матан, дающий подарок, дар, преподнесенный в тайне, он успокаивает, тушит гнев. Значит, дар, преподнесенный в тайне, тушит гнев. Вы шохот бахек хемаза. А шохот взятка, она, значит, разжигает, разжигает ярость, сильную ярость. Как это работает? Каждый человек, он же получает результат того, что когда-то делал. Мера за меру. Значит, вот какой-то человек, он это понимает, осознал, и он начинает действовать специально, чтобы создать предпосылку, чтобы у него завтрашний день был хорошим. Как он это делает? Он начинает давать подарки, он начинает давать благотворительность, давать сдока, помогать людям, начинает делать добрые дела. Теперь, если он это делает публично, громко так, смотрите, как я красиво доброе дело сделал. В этот момент он сразу же получает награду. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам, оп, все. Он получил награду. Сделал, получил, сделал, получил. Но он же не это хочет. Он же хочет, чтобы у него депозит накапливался. Знаете, как есть? Рабинович всю жизнь копил на черный день. Откладывал, откладывал, откладывал. Сидит он уже старый со своим другом и говорит, я столько, говорит, скопил на черный день. Вот жду уже, говорит, жду сколько лет. Когда же он наступит? И он не наступает. Так вот, люди, которые, это есть свойство у человека копить, накапливать. Когда у него более-менее все хорошо, он начинает волноваться о завтрашнем дне и начинает как бы собирать на завтра. Так теперь получается, что такие люди, они когда начинают собирать на завтра, они хотят, чтобы у них накапливался депозит на небе. Мало ли что. Для них, говорит царь Самон, следующая вещь, что тот, кто дает втайне, он гасит этим гнев на себя на небе. То есть, если ты где-то кого-то, не дай бог, обидел, что-то сделал не так, но ты очень много помогаешь, причем ты помогаешь втайне, то у тебя накапливается неизрасходованный, позитивный на тебя влияние огромное на небе. И в момент, когда у Всевышнего наступает время суда, расплаты, да, периодически наступает в момент суда, когда со всех спрашивают, да, ну что, то есть, милосердие Всевышнего, это не в том, что он отменяет суд. Милосердие, что он ждет. Он ждет, он ждет, он ждет. То есть, ты можешь делать преступление, и Всевышний ждет, что ты его исправишь, исправишь, исправишь. Или здесь нам царь Соломон говорит, что даже если ты не исправил, но ты давал много дел добра, давал подарки, благотворительность втайне, то есть, ты не получал награды, это на небе на тебя гасит гнев. Вышохат бахек хемаза, а взятка, взятка за пазуху, да, казалось бы, какая разница, подарок или взятка. Но тут есть нюанс такой, что человек дает взятку, когда он хочет искривить суд. То есть, он хочет, чтобы суд поступил нечестно. Получается, он тем же самым подарком, но он делает, убирает правосудие, и это разжигает на него на небе, наоборот, гнев. То есть, он вроде бы выиграл, он тут обманул, там обманул, здесь обманул, тут взял, дал взятку, там взял, но в итоге он себе на небе создал некую предпосылку, которая потом в какой-то момент обналичивается. То есть, смотрите, одно и то же действие, давать кому-то подарок в тайне, только одно дело, ты даешь благотворительность, милосердие, дзака, даешь в тайне, другое дело, когда ты даешь в тайне, но взятку, и то в тайне, и то в тайне. Одно на небе на тебя гасит гнев, второе на небе на тебя разжигает гнев. Я тут вспомнил одну историю, которая это очень классно иллюстрирует. Значит, как-то в суде, значит, один человек судился с другим, и у него был адвокат, и этот, который судился с другим, он говорит адвокату своему, слушай, давай дадим взятку суде, и судья, он будет, судья будет на нашей стороне. Этот ему говорит адвокат, этот судья не берет взяток. Он взяток не берет, наоборот, это честный судья, и он, когда ему даешь взятку, он гневается, очень сильно гневается на того, кто дает ему взятку. Вот как раз из этого 14-го отрывка. И говорит, если мы ему дадим взятку, то наоборот, он будет против нас. Этот человек такой подумал, подумал, говорит, ладно, хорошо. На следующий день, на следующий день, он, они приходят в суд, и судья, судья, значит, на вторую сторону прямо кричит на него, встать там, как, в общем, он на него очень сильно злой, на вторую сторону. И из-за того, что судья на вторую сторону был сильно злой, они выиграли в суде, выиграли они в суде, выходят, адвокат говорит, очень странно себя судья вел, даже не понимаю, почему он так себя вел. А этот его подзащитно говорит, а это потому, что я ему дал взятку. Адвокат говорит, не верю, не может быть, чтобы этот судья брал взятки. Я знаю, 10 лет его, он никогда не брал взятки, наоборот, он гневается всегда, когда ему дают взятку. А этот подсудимый говорит, ну да, я тоже это слышал, вы же мне вчера объяснили, так я ему дал взятку от лица второй стороны. Я ему дал взятку от лица второй стороны, поэтому он о них и гневался, да? Получается, что иногда взятка, она разжигает гнев. Но глобально нам царь Соломон объяснил, что если ты через взятку делаешь что-то нечестное, то она потом возвращается. Но бывало, что взятка, наоборот, давала честное. Бывает, что для того, чтобы восстановить справедливость, приходится давать взятку. То есть это не для того, чтобы получить то, что тебе не принадлежит. А это иногда для того было, чтобы спасти жизнь. Это мы тоже знаем из Торы. Когда Яаков возвращался со своей семьей, возвращался он от Лавана, то навстречу ему шел Исаф убить его. И Яаков ему посылал, посылал ему взятку. Стада, 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 стада. Я говорю, вот это моему господину, брату, моему Исаву, все. И, значит, эта взятка, она успокоила Исава и вернула его в нормальное состояние. Есть известная история, когда в одном городе должны были быть погромы, и губернатор города не хотел их останавливать. И евреи знали, что будут погромы. А губернатор не хотел останавливать все, значит, и евреев не принимал. Тогда один из глав общины такой был еврей. Есть фамилия, я слышал эту историю прямо с фамилиями. Он говорит губернатору, ну вы не можете нас не принять? Он говорит, могу. Что значит не могу вас не принять? Могу. У меня нет времени на вас. Этот еврей тогда, глава общины, говорит, мне нужна всего лишь одна минута. Одна минута для того, чтобы с вами пообщаться. Но этот губернатор думает, ну одна минута, что он мне будет там, что он мне скажет? Ну и отказать он не мог. И он на одну минуту говорит, хорошо, я готов встретиться. Зашел он к нему, этот глава еврейской общины, и говорит, мы дадим 100 тысяч рублей, чтобы погрома не было. Все, и погрома не было. То есть иногда взятка, она может восстанавливать справедливость. Но, но, значит, закон при этом остается законом. Это как вектор. Как вот работает вот такой закон, что когда человек делает милосердие в тайне, чтобы его не благодарили эти люди, чтобы не было славы и признания, оно гасит гнев на небе, на него. Теперь, а тот, который, тот, который дает взятки, то он на себя пробуждает сильную ярость, если, опять же, если это взятка для того, чтобы искривить закон, искривить суд. Все. Теперь дальше. Пятнадцатый отрывок, он продолжает эту же идею, и говорит нам царь Соломон следующее. Пятнадцатый отрывок. Симхаля цадик асот мишпад. Значит, радость для праведника, когда вершится правосудие. Умыхитали по алявэн. И крушение для делающих зло. Значит, Всевышний, он, это как источник всего. Бог, Творец, Создатель, источник всего. И в этом мире он установил законы природы, которые он установил, это как бы вот установлено все, да, есть законы, физика, химия, астрономия, там все работает, все работает. Он дает этому всему постоянную энергию для работы внутри. И Всевышний, в зависимости от разных, ну, есть, например, времена, да, есть время радости, есть время грусти, есть время зима, весна, лето, осень, понятное дело. То есть есть разные времена. И Всевышний, есть такое время, называется время суда, время правосудия. Вот сейчас, например, когда Роша Шана, вот мы приближаемся к Роша Шана. И мы в Роша Шана говорим, вот Всевышний, как царь, сидит на троне и делает правосудие. И мы к этому моменту должны подойти максимально подготовленные, то есть много делать добрых дел в тайне, очень хорошие должны быть намерения на будущий год, что все, я в будущем году собираюсь делать много хороших, добрых вещей, буду более соблюдать заповеди, взять на себя какие-то там небольшие, но улучшения, чтобы был рост, чтобы был рост, раскаяться во всех своих плохих делах, попросить прощения у тех, кого обидел, там и так далее. Вот так готовится к суду. И вот выходит, весь мир выходит на суд, Всевышний сидит на троне, время правосудия, и в этот момент для праведника, для него радость. Почему? Он обналичивает весь свой депозит прошлого года и весь свой намерение на будущий год, потому что он весь год людям помогал, делал добрые дела, выполнял заповеди, то есть жил год прямо жизнью праведника, и сейчас для него огромная радость. В росте жена он радуется, потому что время правосудия для него это мера за меру, за то добро, которое он делал, ему, значит, ждет его хороший год, как желают, хорошего и сладкого года всем. Теперь, а что для злодеев? А для злодеев крушения? Ему пришло время, когда обналичиваются все его преступления, и поэтому вот мы сейчас готовимся к Рошашана. Есть очень известная история о подготовке к Рошашана, как себя чувствуют разные категории людей. Эту историю, такая хасидская история, как чувствуют себя, когда приближается день сюда, разные люди. Был один еврейский купец такой, который ездил, продавал разные товары. И он ездил через границу, и был у него такое, он возил контрабанду. Контрабандный товар, то есть то, что возил контрабанду, что делать? Там дал взятку, здесь дал взятку, хотел больше зарабатывать. Теперь были возницы, которые его возили через границу с этим контрабандным товаром, и он нанимает их, говорит, через две недели выезжаем. Они говорят, хорошо, выезжаем через две недели. Он две недели уже не спит, он две недели волнуется, если сейчас меня поймают с этим контрабандным товаром, все конфискуют, а может в тюрьму посадят, а может не посадят, а может все хорошо продам, заработаю, а может посадят, а может конфискуют. И он две недели не спит, то есть он две недели волнуется, переживает, что делать, как спрятать товар, а может документы какие-то. Надо быстрее, значит, больше заповедей делать, чтобы Всевышний меня сохранил, надо пообещать, что я, если все нормально будет, дам 10% нацдаку, еще добавлю, там он весь в таких волнениях, как ему перейти эту границу через две недели. Возница. Две недели он спокойно себе ездит, вообще не думает про это, у него просто записано, что такого-то числа переходим к границу. Но когда они уже едут, выехали они из места, они подъезжают к границе, и Возница тоже начинает волноваться. Ой, хотя этот товар не мой, но если нас сейчас арестуют, это я потеряю пару дней, а может у меня вообще лошадь конфискуют, а может у меня колеса полиция мне позбивает. Что же делать, волнуется, тоже Возница. Он думает, а что, товар не мой, ну что мне... В общем, все равно он последний день, когда они уже подъезжают к границе, Возница тоже начинает волноваться. Тот две недели хозяин товара волнуется, этот день один волнуется, и кто не волнуется, лошадь. Лошадь не волнуется вообще, ей все равно. Она едет спокойно, она и две недели не волнуется, и день она не волнуется, и вообще лошадь не волнуется. Лошади, главное, чтобы ей по еду давали. Все, теперь осталось до Рошашана около двух недель, чуть больше, три недели. Кто, каждый из нас относительно Рошашана, каждый сам решает. Кто-то задумывается о своих делах за прошлый год, о делах на будущий год, волнуется, переживает, делает больше заповедей, больше добрых дел, делает, как же мне подойти к Рошашана, как же мне раскаяться, что же мне делать, какие еще заповеди, какие митцводы. Кто-то как вознится за день, фух, все, остался день Рошашана, надо быстрее, сейчас так, что я, фили надел пару раз, все, то есть, ну, хотя бы день поволновался. А кто-то как лошадь, идет себе, идет, не знает, что с ним дальше будет и даже не думает. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы мы не были лошадями, чтобы мы были людьми осознанными, которые понимают, что все от Всевышнего, и самое важное, это с ним наладить отношения, а тогда все остальное в жизни приложится, выстроится и будет все хорошо. Все, всем желаю удачи, здоровья, успехов, благополучия духовного и материального, и чтобы мы все были записаны в книге жизни, в книге благословения на Рошашана. Все, всем удачи, успехов, счастливо, пока.